Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Каков смысл свечей в храме? Первая и существенная задача свечей — это помоществовать содержанию храма. В древности свечи в храм приносили для того, чтобы они его освящали. Храмы были темные, узкие, часто катакомбные, и без свечей молиться было сложно. Они освящали храм, находясь в Паникодиле, такой большой люстре по центру храма, или непосредственно перед иконами, чтобы было видно в темноте, где же эта икона находится. Со временем этот бытовой смысл употребления свечей в храме наполнился смыслом догматическим. Как говорит литургист XV века Блаженный Симеон, чистый воск свечи означает чистоту и нескверность людей, его приносящих. Мы скверны, мы нечисты, но мы должны помнить, что свеча — это символ, и чистота этого воска должна напоминать нам о необходимости чистоты нашей души. Мягкость, податливость воска показывают нашу готовность к послушанию Богу. Подержи свечу в руке, она станет мягкая, как пластилин. Лепи с ней что хочешь. Такая наша жизнь должна быть в руках Божьих. Мы часто ищем своего. Господи, дай, Господи, помоги. Я точно знаю, как будет хорошо. «Поступи по желанию сердца моего». Не твоя воля, Господи, да будет, но моя. Мы молимся от всей души именно так. Значит, формально мы иногда употребляем слова. Да будет воля твоя, як и на небеси, так и на земли. Но мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы была воля наша всегда. И очень сильно обижаемся, когда Господь не дает нам после многодневных, многочисленных, совместных молитв, то, что мы от всей души у Него просили. Даже веру теряем. Но такую веру лучше потерять. Потому что вера тут настоящая, глубокая, раскрывается в доверии Богу. И нет молитвы неуслышанной. Есть молитвы неисполненная. Господь, быть может, дает тебе, даст тебе со временем больше, нежели ты просишь. Сейчас Он не может тебе этого дать, потому что должны быть запущены многие-многие механизмы. Руководить жизнью всей планеты – это непростое дело. Как еще древние говорили, если на одном конце земли бабочка взмахнет крылом, на другом конце будет тайфун и ураган. Поэтому изменение в твоей личной жизни понесет изменение во всей истории мироздания. Поэтому это тайна некоторая. Мы не можем осмыслить себя в пространстве, в мировой истории. Господь может. Поэтому ты, может, и не получаешь то, что просишь. А некоторые получают то, что и не просят. Примите свободу Бога. Не заставляйте его. Это не небесный стриг Хатабыч, схватив за бороду которого можно получить исполнение многих-многих желаний. Он Бог, и Он неручной Бог. Он дает нам то, что мы просим, тогда, когда нам это полезно, тогда, когда это нам не мешает достичь единства с Ним всей жизни и в будущей. Как я уже говорил, многие вещи, которые мы спрашиваем, могут нам пользу не принести. Материальную, да, но не духовную. А что такое наша земная жизнь по сравнению с жизнью вечной? Пшик, миг. Поэтому доверьтесь Богу. Доверьтесь. И помните, что когда вы ставите свечу, она напоминает нам о необходимости быть податливым воле Божией, как этот воск. Дальше блаженный Симеон пишет, что горение свечи символизирует обожжение человека, его превращение в новую тварь и очищение огнем божественной любви. Огонь всегда был символом Бога, символом очищения тебя от всего излишнего. Как золото очищается огнем, так и мы очищаемся от своих пороков, греховных привычек, болезнями, страданиями, становясь совершенными. И как огонь светит всему миру, так и мы припоминаем, что наша жизнь должна так просветиться перед людьми, чтобы всякий, видящий наши добрые дела, прославил Отца нашего Небесного. Ибо, как говорит апостол Матфей, зажегший свечу, не ставит и под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме, тогда светит свет ваш пред людьми. Помните эти слова, не бойтесь творить добро, помните, что даже если кто-то увидит его и прославит Отца вашего Небесного, это хорошо, это правильно. Просто не окрадывайте этот добродетель, тщеславием и следуемой за им гордостью. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok